Здравствуйте, друзья! Я прочитаю вам сказку одного из самых моих любимых детских авторов Сергея Козлова под названием «Как Ослик, Ёжик и Медвежонок писали друг другу письма». На второй день после Нового года Ёжик получил письмо. Принесла его белка, подсунула под дверь и убежала. «Дорогой Ёжик!» — царапал медвежонок на кусочки бересты. «У меня за окошком падает снег. Снежинки садятся на завалинку и разговаривают. Одна снежинка мне сказала, что видела тебя, но ты ей показался скучным. Будто сидел ты на пеньке у ручья грустный-грустный и о чем-то думал. Я тоже много думаю последнее время. А думаю я о том, что скоро весна, а у нас с тобой нет лодки. Растает снег, кругом будет одна вода, и мы долгое время не увидимся. Не о том ли и ты думал, дорогой Ёжик, сидя на пеньке у ручья. Любящий тебя медвежонок». Я так и подумал, что об этом же. Ёжик прочитал письмо и задумался. «Действительно», — думал Ёжик, — «скоро весна, а у нас нет лодки». Он достал из шкафа кусочек бересты, отыскал под кроватью выленившую иголку, придвинул поближе служивший ему лампой гриб-лисичку и принялся за письмо. «Дорогой Ослик», — нацарапал Ёжик и кончиком языка потрогал кончик носа. «Я сижу дома, за окном падает снег, а скоро будет весна». Тут Ёжик немного подумал и стал царапать дальше. «Весной много воды, а у нас нет лодки». «Не об этом ли ты сейчас думаешь, Ослик?» — твой друг Ёжик. Письмо он отдал Снегирю, и Снегирь, быстро долетев до домика Ослика, бросил его в форточку. Когда письмо шлепнулось на стол, Ослик обедал. «Хм», — подумал Ослик, разглядывая кусочек бересты, «а ведь это письмо!» — и принялся читать. Дочитав до половины, он глянул в окно и увидел, что у него за окошком тоже падает снег. Потом он прочитал вторую половину и решил, что Ёжик прав. «А ведь надо написать письмо!» — подумал он. Достал кусочек бересты и угольком нарисовал на нем лодку, а внизу написал. «Дорогой медвежонок, я сижу за столом, а за окном у меня падает снег. Весной этот снег растает и будет очень много воды. Если мы сейчас не построим лодку, весной мы не увидимся до самого лета». «Не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок?» «Любящий тебя Ослик». Он отдал письмо сверистелю и прилег после обеда отдохнуть. Получив письмо, медвежонок рассердился. «Как?» — крикнул он. «Я только об этом и думаю! У меня даже голова стала чуть-чуть больше». И на обороте ослиной бересты он тщательно нацарапал. «Дорогой Ослик, я самый первый подумал, что нам нужна лодка». «Нет!» — пришел ответ. «Это ежик!» — подумал самый первый. А ежику Ослик написал. «Ты самый первый подумал, что нам нужна лодка». А медвежонок говорит, что это он. «Я самый первый подумал», — решил ежик, получив письмо Ослика. «Ведь если бы я подумал не самый первый, Ослик бы мне об этом не написал». И он принялся выцарапывать письмо медвежонку. «Дорогой медвежонок!» — тихо нацарапал он и потрогал кончиком языка кончик носа. «Я сижу дома, а за окошком у меня падает снег». Тут он немного передохнул и принялся выцарапывать дальше. «Я получил твое письмо, но я уже давно думаю, что нам нужна лодка». «И не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок, любящий тебя ежик». Получив послание ежика, медвежонок так огорчился, что заболел и прохворал всю зиму. «Ведь это же я первый подумал», — шептал он, когда ему становилось лучше, и щупал голову. А весной снег растаял, и в лесу было столько воды, что медвежонок, Ослик и ежик не встречались до самого лета!